Тема нашего урока — синус, косинус, тангенс и котангенс угла. В курсе геометрии восьмого класса мы с вами уже знакомились с понятиями синуса, косинуса, тангенса и котангенса для углов прямоугольного треугольника. Давайте вспомним их. Синусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к гипотенузе. Косинусом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение прилежащего катета к гипотенузе. Тангенсом острого угла прямоугольного треугольника называется отношение противолежащего катета к прилежащему. Еще мы с вами учили таблицу синусов и косинусов для углов в 30, 45 и 60 градусов. Давайте вспомним ее. Сегодня на уроке мы познакомимся с понятиями синуса, косинуса, тангенса и катангенса произвольного угла из промежутка от 0 до 180 градусов. Построим в прямоугольной системе координат полуокружность, радиус которой равен 1, так чтобы центр этой полуокружности совпадал с началом координат. Такую полуокружность мы назовем единичной полуокружностью. Из точки O давайте проведем произвольный луч H. Этот луч пересекает полуокружность в точке M с координатами x и y. Угол между лучом H и положительным направлением оси OX обозначим за α. Если луч H совпадает с положительным направлением оси OX, то угол α равен 0 градусов. Если луч H совпадает с осью OY, то угол α равен 90 градусам. Если луч H совпадает с отрицательным направлением оси OX, то угол α равен 180 градусам. Опустим из точки M перпендикуляр на ось OX и рассмотрим прямоугольный треугольник OMD. Запишем элементы этого треугольника. Поскольку радиус полуокружности равен 1, значит OM равно 1. Так как координаты точки M равны x и y, то очевидно, что MD равно y, а OD равно x. Тогда синус угла α равен MD, деленное на OM, и равно y. Косинус угла α равен отношению OD на OM и равен x. Мы получили, что синус острого угла равен ординате точки M, а косинус угла α равен абсциссии точки M. По этим же формулам вычисляются синус и косинус для углов в 90 и 180 градусов. Таким образом, мы получили, что для любого угла α из промежутка от 0 до 180 градусов синусом угла α называется ордината y точки M, а косинусом угла α – абсцисса x точки M. Поскольку речь у нас идет о единичной полуокружности, то ордината точки может изменяться от 0 до 1. Значит, и синус угла α может принимать значение от 0 до 1. Абсцисса точки M может изменяться от минус до плюс 1. То есть и косинус угла α из промежутка от 0 до 180 градусов может изменяться от минус до плюс 1. Решим задачу. Может ли абсцисса точки единичной полуокружности быть равна 0,5, 1,4, минус 1,2, 4, 5. Может ли ордината точки единичной полуокружности быть равна 0,7, 1,3, минус 1,4, 3, 7. Решение. Поскольку полуокружность единичная, значит абсцисса точки должна принадлежать промежутку от минус до плюс 1. То есть абсцисса точки может быть равна 0,5, 1,4, минус 1,2, но не может быть равна 4 и 5. Поскольку полуокружность располагается выше оси ОХ, то ординаты точек могут быть только из промежутка от 0 до 1. То есть ордината точки может быть равна 0,7, 1,3, но не может быть равна минус 1,4, 3, 7. Дополним известную нам таблицу синусов и косинусов для углов в 30, 45 и 60 градусов значениями синуса и косинуса для углов в 0, 90 и 180 градусов. Для определения синуса и косинуса 0 градусов давайте рассмотрим луч ОА. На единичной полуокружности точка А имеет координаты 1, 0. Значит синус угла в 0 градусов равен ординате точки А и равен 0. А косинус 0 градусов равен абсциссе точки А и равен 1. Найдем теперь значение синуса и косинуса угла в 90 градусов. Этот угол задается лучом ОБ. Координаты точки В равны 0,1. Значит синус 90 градусов равен 1, а косинус равен 0. Проводя аналогичные рассуждения, получим, что синус 180 градусов равен 0, а косинус 180 градусов равен минус 1. Рассмотрим задачу. Определить координаты точки М, если угол альфа равен 30 градусам. Угол альфа равен 45 градусам. Угол альфа равен 60 градусам. Решение. Мы с вами показали, что координаты точки М соответственно равны косинусу и синусу угла альфа. То есть абсцисса точки М равна косинусу 30 градусов и равна корень из 3 на 2. Ордината точки М равна синусу угла альфа и равна 1,2. Если угол альфа равен 45 градусам, то координаты точки М равны корень из 2 на 2. Если угол альфа равен 60 градусам, то координаты точки равны 1,2 корень из 3 на 2. Решим теперь обратную задачу. Определить синус и косинус угла альфа, если координаты соответствующей точки М единичной полуокружности равны корень из 2 на 2, корень из 2 на 2. 1,2 корень из 3 на 2. Корень из 3 на 2, 1,2. Решение. Поскольку синус и косинус угла альфа равны координатам точки М, то для первой точки М синус угла альфа равен корень из 2 на 2. Косинус угла альфа также равен корень из 2 на 2. Для второй точки М косинус угла альфа равен 1,2. Синус угла альфа равен корень из 3 на 2. Для третьей точки М получаем, что синус угла альфа равен 1,2, а косинус угла альфа равен корень из 3 на 2. Тангенсом острого угла мы называли отношение синуса угла альфа на косинус угла альфа. Эта же формула справедлива для произвольного угла от 0 до 180 градусов. Однако если угол равен 90 градусам, то его косинус равен 0. А значит мы получим дробь в знаменателе которой находится 0. Но на 0 делить нельзя. Поэтому для угла в 90 градусов тангенс не существует. Таким образом мы немного уточнили определение тангенса. Тангенсом угла альфа из промежутка от 0 до 180 градусов, неравного 90 градусам, называется отношение синуса угла альфа на косинус угла альфа. К тангенсом острого угла мы называли отношение косинуса угла альфа на синус угла альфа. Эта же формула справедлива для произвольного угла от 0 до 180 градусов. Однако если угол равен 0 градусов или 180 градусам, то синус равен 0, а значит мы получим дробь в знаменателе которой находится 0. Но на 0 делить нельзя. Поэтому для углов в 0 и 180 градусов катангенс не существует. Таким образом мы немного уточнили определение катангенса. К катангенсом угла альфа из промежутка от 0 до 180 градусов, неравного 0 и 180 градусам, называется отношение косинуса угла альфа на синус угла альфа. Решим задачу. Найти тангенс и катангенс угла альфа, если координаты соответствующей точке M единичной полуокружности равны корень из 2 на 2, корень из 2 на 2, 1 вторая, корень из 3 на 2, корень из 3 на 2, 1 вторая, 0, 1 и 1, 0. Решение. Воспользуемся формулой. Тангенс альфа равен отношению синуса угла альфа на косинус угла альфа. Синус угла альфа это ордината соответствующей точки M, то есть в первом случае синус альфа равен корень из 2 на 2. Косинус угла абсцисса точки M, то есть в первом случае косинус равен корень из 2 на 2. Тогда тангенс угла альфа равен единице. Катангенс угла альфа тоже будет равен единице. Рассуждая аналогично, найдем, что тангенс альфа для точки М с координатами 1,2 корень из 3 на 2 равен корень из 3. А котангенс этого угла равен корень из 3 на 3. Тангенс альфа для точки с координатами корень из 3 на 2, 1,2 равен корень из 3 на 3. Котангенс угла альфа для этой точки равен корень из 3. Синус угла альфа для точки с координатами 0,1 равен 1, а косинус равен 0, поэтому тангенс угла альфа для этой точки не существует, а котангенс равен 0. Синус угла альфа для точки с координатами 1, 0 равен нулю, а косинус равен единице. Тогда тангенс угла альфа для этой точки равен нулю, а котангенс не существует. Давайте занесем полученные данные в таблицу и составим таблицу синусов, косинусов, тангенсов и котангенсов для углов 0, 30, 45, 60, 90 и 180 градусов. Подведем итоги урока. Сегодня на уроке мы определили, что для любого угла альфа из промежутка от 0 до 180 градусов синусом угла альфа называется ордината y точки m, а косинусом угла альфа абсцисса x точки m. Тангенсом угла альфа из промежутка от 0 до 180 градусов, не равного 90 градусам, называется отношение синуса угла альфа на косинус угла альфа. Котангенсом угла альфа из промежутка от 0 до 180 градусов, не равного нулю и 180 градусам, называется отношение косинуса угла альфа на синус угла альфа. Также мы дополнили известную нам таблицу значений синуса, косинуса и тангенса для некоторых углов.